Мы с радостью начинаем наш осенне-зимний сезон цикла «Историк за верстаком». Сегодня у нас в гостях Аполлон Борисович Девицон, известный исследователь в самых разных направлениях, от африканистики до англовидения, до истории Англии, и литература Серебряного века. Аполлон Борисович попросил 15-20 минут свободной речи. И затем мы с Никитой Соколовым зададим, как обычно, ряд вопросов. Неприятно такую вещь говорить, конечно, но я человек, в общем, мягко выражаясь, очень-очень немолодой. Мне даже цифра моего возраста называть как-то оно неловко. Но благодаря этому я всё-таки знаю, вот что было с нашей исторической наукой, начиная с 1940-х годов. Я думаю, что, в общем, если не всё, то многие это знают по литературе. А я-то в этом всём присутствовал. Понимаете, тот живой свидетель, мне кажется, всё-таки, ну, что я имею право как-то немножко об этом поговорить. Вот, я об этом бы и хотел. Но ещё до этого несколько слов хотел бы так сказать. Сегодня ведь, в общем, день очень трагичный. Сегодня 75 лет Ленинградской блокады. Я был блокадником. Вот, и я думаю, что для историков и сейчас ещё блокада – тема очень важная. И какие-то вещи, может быть, как-то мы недостаточно учитываем. Вот, значит, 8 сентября 1941 года кольцо замкнулось, но ленинградцам это никто не сказал. И ещё долгое время и никто не говорил. Так мы и жили. Вот, и, ну, под Новый год тем, кто ещё остался в живых, а уже сотни тысяч людей умерли, Калинин, всесоюзный староста, обратился к нам по радио со словами, там, дорогие ленинградцы. И там были слова, ну, к сожалению, придётся затягивать пояса. Но уже в это время, как понимаете, было не до затягивания поясов. Вот, и даже сейчас, вот, издан, допустим, сборник документов о ленинградской блокаде. Но из чего он состоит, прежде всего? Из тех распоряжений по войскам, которые были вокруг Ленинграда. Вот это было. А всё-таки самое главное, простите меня, жизнь ленинградца. Это отражено, в общем, неизмеримо, к сожалению, меньше. Вот, и, вот, мне кажется, что уроки ленинградской блокады всё-таки это было бы. Ну, и, простите, маленький эпизод. 7 ноября 1941 года. Накануне были очень тяжёлые бомбардировки. То есть, очевидно, всё-таки, так сказать, гитлеровцы хотели предварить юбилей там Артемьковской революции и всё прочее. И у нас стёкла вылетели и всё прочее. Вот, и мы не могли сидеть. В общем, собрались все в коммунальной квартире на кухне. Соседи у меня были. Да, ну ладно, можно. Да. Так сказать, из очень известного дворянского рода. Вот, и мы слушали речь Сталина. Вот теперь, вы можете, 9 мая каждый год обязательно покажут кусочек этого парада, который был в 1941 году. Почему он показывает? Потому что считается, что с этого парада прямо пошли войска на фронт. И вот этот кусочек парада показывают каждый год того парада, но никогда не повторяют, что тогда Сталин говорил. Хотя это известно, в собрании сочинений нет. Вот вы это слушали, и я мне был 13-й год. Я смотрел на то, как относятся к этим словам жители этой коммунальной квартиры. А он сказал так. Я точно говорю по словам. Германия уже истекает кровью. Германия уже потеряла 4,5 миллиона солдат и офицеров. Война продлится еще полгода. Простите, 3 месяца. Полгода, может быть, годик. Ну вот, представляете, как жители интеллигенции нашей, как она это восприняла. Но Сталин уже в этой речи нашел управу на таких людей, которые всей этой лжи не поверят. И там такие слова у них были. Война не так страшна, как думают некоторые перепуганные интеллигентики. Значит, если ты не поверил, этому все ты пи. Вот это то, что мы тогда слушали. Леонид Соплётов-Пандан с известными словами Ленина из «Письма Горькому». Интеллигенция думает, что она мозг нации, она просит меня давно. Вот мне кажется, что какой-то опыт того времени. Все равно даже... И еще одно. Ведь даже облакаде-то во время войны не принято было облакаде Ленинграда. И не писали газеты. А после войны создали музей обороны Ленинграда. А в 1949 году его ликвидировали. И не только ликвидировали. А там было очень много собрано материалов самых разных. Их просто не нужно. Музей закрыт. Вот так оно. Вот. Ну, простите же, я на этом... Для меня это важная идея. Поэтому я позволил себе. А хотел бы я сказать о том, вот как я... Какой я видел... Ну, может быть, не самую историческую науку, а в каких условиях она находилась. Вот я в университет поступил. 1 сентября 1948 года. Первое объявление, которое я увидел на стенке, оно звучало так. Такого-то числа, в такой-то аудитории, декан факультета, профессор Мавродин, сделает доклад «Задачи исторической науки в свете итогов сессии Восхни». Восхни – это сессия с хозяйственной академией, то есть Лысенко, то есть иными словами, что с историками нужно сделать то же самое, и что сделали... Да. Причем сам Мавродин, простите меня, был человек очень приличный и хороший, но приказали он не мог по-другому. И потом, во время лекций своих, он читал, он читал, так сказать, о средневековой России, и он несколько раз повторял такую фразу. Под звон мечей, пенья, стрел, Россия выходила на мировую арену. Но я не выдержал. Он ко мне лично хорошо относился, как к студенту. Я в коридоре. Его спросил, говорю, Владимир Васильевич, ну зачем уж так-то? Он меня отвел в угол и сказал так, вы учтите, говорит, что история может в двух видах. Или как наука, или как патриотический жанр. Вот вы из этого и делаете вывод. Ну вот, то есть, в общем, понятно все. Но его все равно. Как начался ужасный 49-й год, в феврале 49-го года, его исключили из партии, и, соответственно, сняли из деканов, он был без работы. А человек, который на его место пришел, такой его фамилия была, Карлатовский, он собрал нас для того, чтобы, так сказать, представиться нам студентом. И произнес перед нами речь, в которой были такие вещи. Я говорю об этом почему. Это очень характерно для того времени. Если бы это было случайно, я бы не стал вам говорить. Это характерно. Может быть, в Ленинграде еще хуже, чем в Москве, потому что Ленинград был опальный город, стали он очень... Карлатовский, знаете, произнес. И такие слова. Вот вы, студенты, будете историками, будете учителями в школе, то есть будете учить наш народ. А можем мы вам доверить, чтобы вы учили? Пока что еще нет. Потому что по-настоящему знаете ли вы жизнь наших колхозников, наших рабочих, и почему-то еще такую вещь был. Бывали ли вы на подводных лодках? Ну, простите меня, это был 1948 год. Среди нас было довольно много фронтовиков, которые и там тоже побывали, а нефроновики тоже побывали и в кафоне. Я не сказал. Но заключение его было такое. Вот, знаете, сейчас только чтобы были выборы в Верховный Совет. Наш советский народ продемонстрировал верность идеям марксизма или неизма. И 99% и столько-то от одного тоже проголосовали, конечно, за. Но учтите, что за против все-таки проголосовали там какие-то доли одного процента. Вы думаете, тут передо мной не сидят ли люди, которые голосовали против? Сидят. Просто мы вас пока еще мало знаем, но мы вас узнаем. После этого ему принесли две записки. Одна, простите, она немножко, может быть, так сказать, не сразу понятна, но все-таки. Она была такая. Будет ли считаться космополитизмом пренебрежение к национальным патриотическим традициям народа, историю которого ты изучаешь? В скобках, не русского народа. То есть русский само собой подразумевает, что не тронешь ничем. А все другие. Он прочитал ее два раза в них. Потом сказал так. Ну, автор записки, конечно, не подразумевал Англию и Соединенные Штаты. В таком случае, конечно, да. Неужели мы вам позволим издеваться над патриотическими традициями великого французского народа, его революции? А значит, над американцами, англичанами издеваться можно? Так будет. Вторая записка была такая. Прекратите пороть чепуху. Такие были слова. Причем после этого он сел спокойно. Видите, ему беспокоиться за свое будущее тогда не нужно было, потому что, как говорили, что уже там висит, что в Москве обсуждается вопрос, что он будет ректором Ленинградского университета. Но вскочил тогда секретарь партбюро. Волосы у него округ головы встали дыбом. И он, значит, срывающимся голосом, кто писал записку? Молчать. Он это повторил, опять молчание, подумал и сказал, ну, сейчас мы выясним. А это большой амфитеатр. Может, вы знаете, большая аудитория ИСТВА Калининградского университета. Мы проследим, как записка шла по рядам. Вот, значит, стали... Все сидели на месте. Проследили. Но дошло до верху. А наверху, на галерке, там просто вразглот. Причем, кстати, там были люди потом очень известные. Был Фурсенко, который стал академиком. Не нынешний, его сын. А он сам. Вот. Такой ранее Ганелли, но потом стал членом экспедиции. Как тут быть? Значит, тогда это самое... Пантастик. Ничего, сидите на местах. Мы проверим подчерка. Тогда встал один из тех, кто сидел наверху и сказал, не надо проверять подчерка. Я писал записку. Тогда его поставили перед нами всеми, как подсудимого. И вот начался второй акт, который еще, в общем, хуже первого. Пяти... Что? Ой, простите, пожалуйста, простите. Я думал, что у меня голоса хватает, оказывается. И этого тоже не хватает. Да. Тогда начался такой второй акт. Понимаете, пятикурсники, они ждали распределения. Тогда я был всюду. И они хотели хорошего распределения. Значит, нужно выслушаться. И вот высказал. Первый из них, высокого роста, перегнувшись через данную кафедру, он потом стал директором музея Суворова. Добился своего. И он сказал так. Пусть пока я буду говорить, из аудитории выгонят этого человека, Мишу Чегзинского, который вот писал записку. Я не могу дышать одним воздухом с этим человеком. Но после этого начался третий акт, еще страшнее первого. Когда, в общем, ну не все студенты, но очень многие, стуча ногами буквально, стали кричать. Пусть сейчас его выгнать из университета, из комсомола. Сейчас. Ну, все-таки это не произошло, слава богу. Но рядом со мной сидела девочка, очень неплохая честь, которая тоже, тоже скричала это. Прошло 2-3 дня, ей это напомнило. Она себя не помнила. То есть, понимаете, вот этот стадный инстинкт так овладел. В общем, вы знаете, это ужас. И второй, 49-й год. Борьба с космополитизмом. Значит, собрали нас всех студентов. Первый ряд, второй, посадили преподавателей. И вот каждый из них должен был, это март 49-го года. Простите, эти вещи я очень хорошо помню. Представляете, как это действовало-то. Вот. И каждый из них должен был выступить. И одно из двух или каяться в своих ошибках, или винить кого-то другого. И вот было очень грустно. Академик Струве Василий Васильевич. В общем, основатель нашей по Древнему Востоку. Вот его тоже высвистали. Не высвистали, я так сказал, конечно, вышел он. И он сказал так, я ведь стал историком еще до Великой Французской, до Великой Социальной Октябрьской Революции. Мне ведь у моих аспирантов учиться надо. Ну, вот вы представьте себе, насколько было позорно ему это говорить. Насколько позорно. И третье, больше я не буду, третье собрание было, на котором, соответственно, тоже, значит, должны были преподаватели каяться. А тогда была такая инструкция сверху. Ну, вот этого, может быть, вы как-то можете этого не знать. В записанном виде я ее не видел, но она была. Что нужно, в чем задача историка? Это разоблачать буржуазную историческую науку. Но разоблачая, не цитировать. Потому что цитируя, ты ее пропагандируешь. И вот, значит, мне очень не хочется называть фамилию, но тогдашний известный очень специалист по Франции выступал и разоблачал другого человека. Опять же, одного из крупнейших специалистов в Америке. А тот написал книгу о Латинской Америке. И вот самый первый потрясающий этой книги сказал, что? Ведь вся эта книга состоит из цитат американских ученых. И для того, чтобы показать, что он не врет, он стал цитировать. Обязательно постепенно стал нарастать смех, потому что он же тоже пропагандировал. Понимаете, ну вот, вот это та атмосфера, в которой, в общем, я. Вот, теперь дальше, в этом же году, 31 июня, уволили академика Тарли из Ленинградского университета. Так вы представляете судьбу этого человека. Значит, он в тюрьме побывал до революции, он в тюрьме побывал, академическое дело, там, 50, побывал после революции. После революции его за что осудили тогда? Понимаете, он выступал с каких-то тех самых позиций, которые мы теперь принято называть патриотическими. Но в этот момент, значит, это было не то. Ну, за это его били потом, но он, значит, позволил себе в книге «Нашествие Наполеона на Россию», можете это увидеть, он написал то, что тогда было принято считать, что русские настолько патриоты, что они готовы были, чтобы не отдать Москву французам, были готовы, в общем, устроить пожары. Но точка зрения изменилась. И в 50-м году в журнале «Большевик», главном журнале, его за это истребляли. Что же, какой же он не патриот, если он считает, что русские готовы были сжечь собственную столицу. И вот получилось так, посидел в фюрьме, посидел в ссылке. После этого получил три сталинских премии. После этого его исключили из Ленинградского университета. Ну и вот, простите, я тогда, значит, мы в группу студентов, да, он тогда сказал, моей статьи, моей ноги в университете больше не будет. Хотя он в университете Ленинградском работал полвека. И вот, но я от его учеников, известных ученых, узнал, что он сказал так, но если студенты попросят, то я приду. И вот собралась группа студентов и меня делегировали к нему. Я к нему пришел. Вот сам разговор был тоже достаточно, по-моему, интересный. Он сказал мне так, ну вот у меня были только что рабочие из Путиловского завода. они тоже просили у них выступить с лекцией о международных делах. Я, говорит, их спрашиваю, а что вам, некому больше? Они говорят, да нет, читают, но они все читают по газетам. И вот тогда Тарли сделал такую вещь, я до сих пор, ему неловко было задать вопрос, я не знаю, он постучал рукой по стопке газет на столе и сказал мне, разве можно выступать перед народом о международных делах сегодняшних, если ты не знаешь сегодняшних английских газет, сегодняшних западно-германских газет. Я прекрасно знал тогда инструкцию, что лекторам о международном положении запрещено было использовать любые газеты против советских, даже газеты стран народной демократии, там все венгерские, тоже было запрещено. И вот одно из двух, Тарли этого не знал, но я думаю, что он этого знал, конечно. Я думаю, что он мне, студенту, хотел показать, как нужно на самом деле. Ну вот, в общем, он согласился выступить. Значит, мы студенты пошли в ректорат, сказали, что академик это уже та ситуация, в которой они не могли отказать. И вот это была его последняя лекция в Ленинградском университете, актовый зал был абсолютно полон. Вот я хотел эти вещи сказать, но понимаете, ведь нас это в общем, я говорю о преподавателях, а мы студенты. Значит, тоже наш первый год обучения, весна, тоже март-месяц. И это я уже потом узнал, тогда я этого не знал, но, значит, было распоряжение, разверстка такая. На каждом курсе есть факт, но одного студента как-то наказать. 20 раз для астральских других. Значит, выбрали из моей группы как раз человека. Такой был Юра Баранов. Почему выбрали? вообще глуповатый, в общем, и анкета у него была чистая, к тому же. и все прочее. Ну, понимаете, нужно было быстро как-то решать. И, значит, нашли способ. Он во время перерывов на уроках военного дела, у нас один день в неделю было военное дело, он вот в перерывах стучал джазовой мелодии. Вот так вот. А джаз-то был запрещен. Значит, поручили нам, группе нашей, значит, его разоблачить вообще как-то. Ну, собрали нас всех, а в дверях в эту аудиторию, значит, тоже поток курса уже, значит, с ним вел переговоры. Так вот, Юра, ты скажи, как ты относишься к американской демократии? Вот так вот. В общем, мы его не разоблачили. Я вот принес с собой, вот, недавно умер академик Ананич, мой близкий друг, вот-вот. Вот этот самый Ананич, еще один мой друг Соловьев, выступили и сказали, а мы не понимаем, зачем нас собрали. По тем временам это было смело очень. Значит, мы его не разоблачили. Но все равно это закрутилось, 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 его взяли, арестовали. Как мы это узнали, пришла, это уже была весна, моя месяц, экзамены староста группы, пошла к нему, он не пришел на экзамен, пришла к нему домой. Вот, значит, узнали, что его. Дали ему 10 лет, за что мы так и не знаем. Так что, видите, это коснулось и нас. Мы должны были тоже еще участвовать в разоблачении и тоже, значит, как-то это все, все нас в общем касалось. Ну, вот по поводу Ленинградского университета. Да, еще хочу тогда добавить такую вещь. Значит, университет все время преподаватели панкетным данным все ликвидировали, убирали. И вот умер простите меня, да, умер Сталин. И дали нам нового первого секретаря обкома и горкома партии. И он пришел новый, и он хотел все-таки немножко все это смягчить. И вот к нему потянулись те, кого из работы выгоняли. и одна из наших преподавателей тоже пришла ему жаловаться. И он ей посочувствовал. И он позвонил в Ленинградский университет, чтобы ее взяли обратно. Они ему отказали. Тогда он позвонил в библиотеку Академии наук, так называемый БАН, и ему тоже отказали. То есть вы представьте себе атмосферу. Если бы он позвонил и сказал, что нужно такого-то уволить, уволили бы не только такого-то, а всех, кто с ним уволил. Но люди не понимали, как он может быть сверху приказ кого-то восстановить. Поэтому они даже это всерьез не восприняли. Вот даже такие вещи. Ну ладно, не буду сказать о своих делах, но бог с ними. Теперь я в этом же ключе немножко скажу сказать то, что вы какие-то вопросы задались. Как я стал историком? Ну вы знаете, стал историком в большой степени потому был такой Георгий Леонидович Григорьев, ну из старого дворянского рода, его отец был врачом при экспедиции Рожественского на русско-японскую войну, вокруг потом он побывал и в этой битве пред Сусиме, был в японском плену и все прочее, все прочее. Вот с таким опытом человека, а потом даже после Отечественной войны его использовали только как врача на скорой помощи, больше ничего. Так вот, его сына в конце 20-х годов не приняли в университет из-за происхождения. он работал монтёром на телефонной станции, потом стал крупнейшим в Ленинграде специалистом по автоматической телефонии, но его страсть-то была история, он даже написал книгу, вы ее можете, если хотите, Иван Грозный и Апричнин, там у него были свои взгляды, но не буду, я не специалист по этому поводу, вот он меня приучил к истории, у него была прекрасная библиотека, больше того, он делал такую вещь, настолько он любил историю, он каждую неделю обходил в центре бикинистические магазины, покупал, читал, но у него была такая три книжных шкафа, когда они забивались, он вызывал бикиниста, клал на пол полку книг, продавал, после этого покупал новые и так далее. и так далее. Вот он меня приучил. Сотезьями по коммунерной квартире у меня были Набокова, из того же самого рода. Вот мы с ними это. У них была тоже великолепная библиотека. Они как убийцы Кирова все-таки прожили в ссылке четыре года, но вот убийц Кирова не так. Это в основном было дворянство. Это был еще не тридцать седьмой год, поэтому ссылали, на три-четыре года, потом они возвращались и ссылали не так страшно в Башкирию. Ну, тем не менее. У них была великолепная библиотека. у нас дома была неплохая библиотека и в частности у нас был Гумилев в сборнике его. Вот с чего начался мой интерес к серебряному веку и все прочее. Да, простите меня, у меня одно время, когда я хотел поступать, была идея стать журналистом. И тот же самый Георгий Григорьев, он очень хорошо меня отговорил, он сказал, вы хотите стать журналистом международником? Я говорю, да, может быть. Он говорит, ну, ведь для этого нужно знать только два слова. Небезызвестный и пресловутый. И тогда ты, соответственно, все зарубежнее можешь, можешь, соответственно. Это было последней каплей на журналистику, я не пошел. Ну, пошел я на это. Пошел я на Истфак. И захотел заниматься тем, что называется Серебряным веком. Тогда слова Серебряный век на Западе уже появились, но до нас они еще не дошли. Поэтому я просто вот этой эпохой, в первую очередь, Гумилевым хотел заниматься и пошел к этому саму Владимиру Васильевичу Мавродину, который еще тогда был деканом. Ему об этом вот. Он мне сказал так, вы что, с ума сошли? В общем, понял я довольно быстро. Тогда я решил стать африканистом, поскольку я влюбился в Африку именно по этим самым по. Но вы знаете, я не кончил заниматься Серебряным веком. В дальнейшем я был знаком и с Ахматовой, и с Берберовой, и с Адоевцем, и все прочее, и все прочее. Вот три книги о Гумилеве я написал. Но это уже было через много-много лет. А тогда это все было под запретом. Слово Гумилев было запрещено в печати с 22-го года по 1986-й, то есть шесть с половиной десятилетий. Могли вы это именно идти только в энциклопедиях? Там несколько слов было. А так вообще не положено было. Даже такая вещь. Я потом, это был какой, где-то там 65-й год, я писал предисловие к книге Азулусу. И там я просто упомянул, что у Гумилева там что-то это упоминалось. Призвал меня директор издательства. Вышла книга. Он сказал мне, директор, а мой друг был. Он говорит, ну вы подумайте, мы же вам так верим, мы вас не контролировали, а вы меня подводите под монастырь. Вот из одного упоминания слова Гумилева. Ну и я тогда хотел от теперь Хрущевской. Я думал, что может быть можно так сказать это имя снова упоминать. И решил написать статью с какой стороны легче всего от своего путешествия. Тут нету никакой политики, поэтому тут можно. Но где что узнаешь-то? Ничего в печати ничего не было, а зарубежные книги не доходили тогда, шли только на спецхран. Ну вот тогда я пошел к Анне Андреевне, она мне довольно много Ахматова рассказала. Ну вообще, так сказать, встреча была, если нужно будет, я расскажу что-то, ну и сейчас я говорю сейчас по историках. Вот. И сунулся в журнал востоковедный, который со мной согласился, что можно печатать. Но когда дошло дело до того, чтобы печатать, нужно было поконсультироваться где надо, никакой статьи, конечно, не появилось. тогда я вот решил заниматься Африкой. Но Африка-то тоже была абсолютно никому не нужна. в это время 48-49 год. Мне даже, простите, это где-то читал в воспоминаниях, что когда Сталину Берия 50-й год, что-то сказал о Латинской Америке. Что ему якобы Сталин сказал-то? Тебе что, делать нечего? То есть нужно было осваивать восточную и центральную Европу. Ну, Китай. А так до всего руки-то не доходили. Вот, значит, у нас не было. Было в Ленинграде тогда всего три человека занимались историей Африки. Одного из них посадили, но не за Африку, за что за другой. А другой защищал в начале 49-го года диссертацию о восстаниях в африканских колониях Германии. Присудили ему степень. Вот при прошлом декане Мавродина. А когда Мавродина-то исключили, на его место пришел новый декан. Прошло две или три недели. Тот собрал ученый совет и предложил отнять у этого диссертанта степень. Почему? Потому что он мне показал в Африке начало 20-го века хищный оскал звериного лица американского империализма. На самом деле американцы ничего тогда в Африке, но тем не менее, у него отняли степень, и после этого он три года старался. И когда он очередной раз на защиту выходил, но на предзащиту, то академик Струи ему сказал, как же он, Господи, Господи, склероз мне заменяет память, привел известного, античного человека и путешественника и все прочее, нет другого, но не важно, и сказал, да, ну, Бог с ним, ну, вы видите, более знаменитый человек, Бог с ним, ведь даже он по сравнению с вами не был страдальцем, так ему сказал Струи, да, ну, вот, это самое, опять же, прости, я вернулся, и вот я стал заниматься Африкой, так, меня призвал декан, и сказал так, мы ведь вас считали способным студентом, а вас занесло в археологию, я занимался концом 19 века, для него это было археология, вот, и мне не давали научный руководитель, до этого дошло, а потом получилось так, в Ленинград тогда присылали всех начальников только из Москвы, местных нет, и вот прислали руководителя лекторской группы горкома партии, шпон руководитель, вот, из Москвы, а университет ему из-под Халимажа дал полставки, ну, как проще всего, не читать лекции, он не хотел читать лекции, а иметь там аспирантов, или что-то, тогда ты, а я был единственным человеком, у которого не было руководителя, я его отловил в коридоре, говорю, может быть, будете мне руководить, он сам занимался Дунайская проблема после Второй мировой войны, где Африка, простите, ему по карте нужно было показывать, но он согласился, у меня с ним было хорошо, он меня не трогал, и доказатель меня тоже не трогал, потому что такой человек, ну, вот, вот, соответственно, самая, да, такая, вот, я стал африканистом с этого, да, ну, ну, я не хочу тут в своей биографии уже, уже, это самое, забираться, это было бы слишком, но в это время, в общем, из университета Ленинградского лучших преподавателей был такой Борис Александрович Романов, ну, я думаю, что знаете его, его уволили, господи, кто только из хороших людей тогда не страдал, а был, опять же, простите, мне очень плохая память, она у меня на фамилии, бог с ним, специалист по истории России, он выпустил книгу, на нее написали очень хорошую рецензию в Америке, он больше всего боялся, что тут об этом узнают, да, ну, вот, ну, вы знаете, каким-то чудом, чудом, не буду в свою биографию, это уже отдельно, да, каким-то чудом я попал в аспирантуру здесь, в Москве, и был аспирант в 53-м период, это период оттепель, и вы знаете, что-то хочется сказать хорошее, тогда, так вот, на Волхонка-14, в этом здании были гуманитарные институты, академии, и, в общем, какой-то либерализмом, не назовешь либерализмом, в нашей стране никогда не было, но какое-то смягчение все-таки было, и вот люди, которые из ссылки приезжали, вот они нередко там выступали, и институты, которые там были, в этом здании на Волхонке-14, они делали такую вещь, они объявления о таких выступлениях и докладах интересных, они вывешивали на внешней стороне здания, так что, в общем, я на все это дело ходил, это было страшно интересно, там было, правда, не только, ну, было такое, простите, был такой Александр, который заведовал отделом пропаганды агитации, сделали его по этому академикам, ну, знаете вы, очевидно, его, книгу писал по западноеверской философии, вот он вел дискуссию в этом громадном зале, в котором когда-то и Сталин выступал, и выступил один из, в общем, какой-то философ, с очень интересным выступлением, тогда Александр сказал так, вы знаете, мы тут собрались для того, чтобы философию обсуждать, марксистко-ленинскую, а то, что вы сказали, за пределами находится, поэтому этого, естественно, обсуждать не будем, вот, ну, потом я был в этом самом, в институте востоковедения, тоже, в общем, что-то было хорошее в это время, без сомнений, потом был в институте страны Азии, африки, где я и сейчас, МГУ, ну, простите, один эпизод, хочется мне сказать, это конец 60-х годов, тогда институт страны Азии, Африка, он назывался институт восточных языков, тогда была процентная норма для девочек, как когда-то для евреев, тут было, почему считалось, ну, может быть, тоже вы знаете, когда МГИМО, институт международных отношений был создан, в конце войны, то туда тоже девочек не принимали, потому что, ну, как же, в дипломатами, работая за границей, но потом получилось, что почти одновременно кончила дочь Молотова, еще несколько, и оказалось, что для них-то можно, а в этом институте страны Азии, Африки, значит, была процентная норма, ну, неофициальная, то ли 13, то ли 17 процентов, ну, вот я там работал, значит, а принимали, главное было не экзамены, а главное было комиссия по собеседованию, она и решала комиссию по собеседованию, меня в нее сунули, тоже, вот сижу, да, просить тоже хорошо, тогда был директором, а такой Ковалев, очень приличный, очень хороший человек, вот, он нас собрал, тех, кто, члены комиссии по собеседованию, и сказал им такие слова, вы только учтите, что если вы считаете, что человеку, который отвечает на 5, нужно ставить 5, а человеку, который отвечает на 3, нужно ставить 3, то вам не место в этой комиссии, а если вы, так сказать, будете на этом стоять, ну, что ж, у вас будет язва желудка, у него у самого была язва желудка, то есть, он нам дал сказать, дал понять, какие инструкции получил, и что он с ними не согласен, но куда деваться, вот, значит, первое заседание этой самой комиссии, но я был, как вот сказать, по чинам и рангам, был как бы вторым человеком там, а вел завкафедры японской, он же и член подбюро, открывается дверь, первый человек, входит девочка, отвечает, хорошо, ну, что входит она, решать нужно ее судьбу, я говорю, ну, как же, хорошо, ну, ладно, пусть, открывается дверь, второй человек приходит, опять девочка, отвечает, лучше первая, на меня смотрит, как я укажу лучше первая, а как на нас под ком посмотрит, хорошо, ее пропустили, открывается третья, третий, опять девочка, отвечает, лучше первых двух, тогда он делает такую вещь, он задает ей вопрос, а кто из советских писателей получил Нобелевскую премию по литературе, естественно, что может быть, тогда он сказал Солженицын, нужно было сказать, что он, но почему-то это не очень ассоциировалось, вот Солженицын, потому что ассоциировался больше, говорит, она выходит, он на меня смотрит по бедным взглядам и говорит, что же, девочку, для которой Солженицын, советский писатель, мы будем принимать? Ну, я пошел вниз, написал заявление, что по состоянию здоровья сейчас, я не могу быть членом, этой комиссии, ну, вот простите, что это самые там такие слова, вот, ну, потом я в институте истории работал, ну, что ж, в общем, Академик Жуков руководил нами, но он собирал заведующих, а я, значит, там создал всех, собирал нас, и почти в каждом выступлении у него были такие слова, американцы опять подбрасывают нам дохлых кошек. Вот, ну, все. Он, вы знаете, он был довольно образованный человек, очень неглупый. В общем, все-таки, люди как-то умудрялись и порядочно сохранять, и профессионализм сохранять. И, я был студентом второго курса, и вот был такой Альдероги, он потом стал член-корреспондент, Дмитрий Алексеевич Альдероги, известный человек, ну, конечно, он был беспартийным, он немецких кровей, дворянин, и все прочее, поэтому, конечно, он потом уже, через много лет, мне сказал, что в 37-м году котомка у него стояла возле дверей, на всякий случай, если возьмутся нужными вещами. Вот, ну, он мне, студент второго курса, сказал фразу, которую до сих пор не только я помню, но, думаю, что вы ее тоже оцените. Он мне сказал так, нужно делать не только что-то, что начальство приказывает, а и то, что оно категорически запрещает, потому что именно это завтра и будет самым главным. он это мне сказал, ведь за это, если бы она не донес, он ее не донес. Вот, ну, простите, моя матушка поступила еще хлеще. Она, когда ее в партию брали, предложили вступать в партию, она сказала так, я была сперва гнилая интеллигенция, а потом беспартийная сволочь. Я уж лучше такой и останусь. Ну, это она в сердцах сказала как-то, не выдержала. Ну, слава Богу, на нее тоже потом мне это самое не донес. Вот, так я хочу сказать, что все-таки, вы знаете, почву хороших-то людей я и видел. И это в Альдероге я видел. Николай Александрович Ерофеев, который был для меня вот в англоведении «Он меня ввел». Ну, тоже, они люди, ну, Господи, Ерофеева из партии исключили в 1938 году, потом почему-то в Стравом Калунду восстановили, но с переведом в Штарр. А когда началась борьба с космопитницей, он под нее попал, но на его счастье. И пять лет его не печатали, но хоть с работы не это самое. Вот, понимаете, были все-таки, слава Богу, и в это, в общем, страшные времена, конечно, и были очень хорошие люди. Я этим, и, простите, я после этого, уж совсем завершающие. Вы знаете, вот я, как Вы верно сказали, пытаюсь заниматься и африканистикой, и англоведением, и северным веком, и прочее, прочее. Но что сейчас, мне кажется, чем было бы очень важно заниматься? Понимаете, все-таки сейчас мы немножко так сотрясаем оружием, и в ответы Америка, и прочее, прочее, прочее. И вообще-то, вот вся историческая наука состоит больше всего, учебники для школ, учебники для вузов, состоят прежде всего из истории войн. Кому ставят памятники? Полководцам, и все прочее. Но очень важно сейчас, было бы все-таки, как-то больше внимания корням миролюбия, корням миротворчества, корням взаимопонимания народов друг с другом. Вот, мне кажется, если бы историки больше этим занялись, то, может быть, как-то и в массовой психике это немножко больше было. И к этому я хочу сказать такую вещь. Вы этого не знаете, но это... Во времена холода это то, что я вам начал было говорить, но не сказал просто еще. Вы знаете, вот во времена холодной войны была такая вещь. Это кажется фантастикой, что это было, но это было. Когда был кубинский кризис, и когда завез с дуру Хрущев ракеты наши на Кубу, то ведь, в общем, могла начаться действительно третья мировая война. По недомыслию, непониманию друг друга и все прочее. И вот после этого американцы пришли к выводу, что нужно создать какой-то канал взаимопонимания, где люди бы не врали друг другу, а говорили бы действительно, чего, в общем, данная сторона ходит и прочее. В общем, какого-то такого доверительной. Ну, и создали такой канал. И он существовал, как это ни странно, 30 лет. С начала 60-х до начала 90-х годов. Что? СССР Америка. СССР Америка, да. Вот создали, значит, брали туда дипломатов, категорически туда не включали, потому что Толеран еще сказал так, что язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли. Значит, брали только экспертов. Экспертов по каждой стороне советско-американских отношений. И вот они и должны были говорить. С американской стороны председателем был Рокфеллер. С нашей стороны была Академия Карабатов, который был, в общем, главным консультантом Брежнева, а потом после Брежнева вся остальная сторона по внешнеполитическим вопросам. Ну, я туда так попал. Тоже, может быть, он как-то забыл. 77-й год. Звонит мне Примаков. Ну, мы с ним с давних пор были очень знакомы. Говорит так, вы что сегодня делаете? Я говорю, ну, маму язык больницы выгребаю. А во сколько? Я говорю, в 12. Ну, вот под шестого вы должны быть во Внукове. Прилетела американская делегация, мы вместе полетим в Юрмалу. Я говорю, знаете, у меня на сегодняшний день другие планы, Евгений Алексеевич. Говорит, если бы вы знали, на каком уровне пришлось утверждать вашу делегацию, а это срочно было. Американцы приехали и потребовали, чтобы, это я уж потом узнал, потребовали, чтобы тематика Африки и противоречия тоже были включены. Поэтому это решалось моментально. Вот, значит, если бы вы знали, на каком уровне вас утверждали, вы бы глупости не говорили. Пришел, сел в самолет, подходит к нему человек, представляется, Дэвид, какой Дэвид, Рокфеллер. Рядом со мной сидел человек. Я говорю, кто вы по профессии? Очевидно, давно не видел, чтобы его не знали. Как говорится, скажут, ну, я вообще профессор, но я занимаюсь связью с политикой. Ну, потом, на второй, третий день я в американский профессор, кто такой профессор. Они говорят, а вы нашего министра обороны Брауна знаете? Я говорю, ну, в газетах читал. Но вот первую идею о том, что сделать его министром, дал президенту страны этот профессор. Вот на таком уровне были делегации. И вот прилетели мы вечером, спросили меня, куда я попал-то? Я не понимал. Ну, никто не объяснил, и Примаков не объяснил. Ну, скажи. А наутро меня первым поставили высказываться. И вот у меня был выбор. Или говорить то, что я думаю, или говорить то, что я должен думать. Ну, я подумал. Решил говорить то, что я на самом деле думаю. По самым острым вопросам советско-американское отношение. После этого слез, ну, думаю, сейчас не тридцать седьмой год, но ничего такого. Но что-то все-таки сделают. Подхожу к Арбату, который уговорил нашей делегации. Ну, то говорю я, хлеб-то свой я отработал. Он меня прекрасно понял. И вот он сказал фразу, которую я абсолютно не ожидал. Такой фразы. Он сказал, ну, вы ведь профессионал. Значит, то, что вы говорите, значит, так. Ну, абсолютно были неожиданные слова. Ну, вот, допустим, тогда, когда вели наши войска в Афганистан, ну, не на самом заседании, но кулары, где были абсолютно все. Я позволил себе сказать, что это ошибка, и даже намного больше, чем ошибка. Ну, позволил бы я себе. То есть, вот эти, я 77-го года до начала 90-х, а эти конференции были каждый год. Каждый год, и каждый год бывало так, Шарик Феллип, что он слышал, докладывал своему президенту, арбатов, естественно, нашему. Что вот я хочу сказать, что во времена холодной войны вот такой аппарат взаимного понимания и даже доверия был. И вот сейчас было бы очень важно, чтобы у нас сейчас такой был. Но его, к сожалению, нет. И вот историкам тоже, по-моему, нужно заниматься. Вот мне кажется, значит, сейчас историкам очень важно заниматься проблемой взаимопонимания народов, а не только войнами и все прочее. Конечно, войнами намного, как вам сказать, это больше привлекает. Вот у англичан есть такая пословица. Если нет плохих новостей, значит, нет новостей вообще. В этом что-то есть. Если мы с вами вот так вот спокойно говорим, придет журналист. Ему говорить не о чем. А если мы с вами тут передрались, то сенсация можно. В общем, в этом что-то есть и такое. Я думаю, что нужно заниматься обязательно взаимопониманием миролюбием. Нужно заниматься очевидно. Вот я читаю такой курс в высшей школе экономики. Афроазиатизация современного мира. Никуда не деться нам от этого. Никуда не деться. Нужно этим заниматься. Ну вот, какие-то вот такие дела. Все, кончил я свои глупости. Вот эти ваши африканские студии, в которых вы как-то приобрели большую опытность, можно ли сказать что-то о какой-то радикальной перемене самого этого поля от 50-х годов к нынешнему времени? Так же ли занимаются истории Африки, как и занимались прежде, или совсем иначе? Конечно, конечно. Понимаете, вот даже сейчас. Вот у меня, допустим, сейчас выходят две книги. И художник в качестве на обложке решил поместить африканцев, как типичную, как сделали бы сто лет тому назад. То есть голые люди или полуголые сидят. Вот так вот. Понимаете, сейчас ведь совершенно другое дело. И, простите меня, интернетом значительная часть обладела, даже в Африке, не говоря уже о Востоке. Это уже совершенно другое. Я не говорю, хорошо или плохо, но все-таки это совершенно другое. И нужно это понимать. И для меня, например, ну как вам сказать, вот символом миролюбия сейчас и миротворчества во всем мире является африканец прежде, Нельсон Манделла. Вот страна, это Южная Африка, Южноафриканская, была накануне страшной бойни, когда среди африканцев была идея всех белых в океан или была еще такая все убей бура, убей фермера. И этот самый Манделла вышел из тюрьмы, просидев 27 лет, вышел в 89-м году. Это было, то есть, понимаете, наиболее умные и дальновидные люди поняли, что если это будет Березня, а в Южной Африки живет белых больше, чем в любой другой стране мира. в стране Востока и Африки. 5 миллионов. Представляете, что могло бы произойти? И все-таки наиболее дальновидные люди с обоих сторон, и черные, и белые, все-таки как-то. И этот самый Манделла вышел из тюрьмы, просидев 27 лет. Встретил того судью, который его приговорил к пожизненному заключению. Что он встретил? Он морду побил, он ему сказал так, давайте строить будущее нашей страны вместе. И вот это же самое Манделла. Я тогда жил в Южной, я там жил с 90-го по 98-й год на улице. Ну, опять, я не о своей биографии говорю. Я был на митингах массовых, многотысячных, в которых он выступал. И вот он все время говорил одно, давайте забудем взаимные обиды, давайте строить будущее страны вместе. И он, ну, кроме всего прочего, у него была харизма. Это тоже, видите, очень важная вещь. То есть, понимаете, он завораживал даже вот вот так вот. И он был, конечно, не один. И с той и с другой стороны были люди, которые были. И они сумели добиться того, что не будет гражданской войны. Ну, это не знаю. И тогда появилось в этой стране выражение, что Южная Африка должна быть как радуга. То есть, в радуге разные цвета. Ну, потом он отказался второй срок. Да, простите, могу еще такую вещь сказать. Когда он умер, два года тому назад, на похороны ни одного государственного делителя в мире не приезжало столько людей, сколько приехало к нему. И вы знаете, Обама и наш национальный лидер и Горбачев, по-моему, очень редко говорят что-то одно и то же. По-моему, они в основном. Так вот, по поводу Манделы, эти три человека сказали абсолютно одно и то же, сравнив его с Махатмой Ганди. И Обама приехал в Южную Африку, и там много раз говорил, что Мандела мой кумир, а наш Путин пришел в Южноафриканское посольство. И он написал там слова, это не секрет никакой, потому что они прислали мне это все, это уже опубликовано где-то, сказал такие слова, где никогда он ни до, ни просли не говорил. Он сказал, что Мандела показал путь для человечества, это путь взаимопонимания, взаимных уступок и компромиссов. Я цитирую. Вот. Так что, понимаете, вот в Африке появляются такие люди. К сожалению, конечно, те противоречия взаимные, которые 300 лет были, их нельзя вот так вот зачеркнуть, поэтому все равно он ушел, это как-то вылезает на поверхность, конечно, это все есть, но все-таки гражданской войны удалось избежать, и все-таки и сейчас в этой Южной Африке живет больше 4 миллионов белых, уж если было совершенно невыносимо, не жили бы они там, понимаете, вот. Так что, вот вам Африка, и она, вот эта Мандела показала путь всему миру своим поведением. Испытывали ли вы когда-нибудь сомнения в выбранном вами пути историка? И в том числе не хотелось ли вам скорректировать те темы, те направления, которые вы выбрали? Вот если бы у вас представилась такая возможность, была бы африканистика, англоведение и литература Серебряного века. Но африканическое англоведение как-то немножко, поскольку Британия как-то держала. Вы знаете, до сих пор, мне кажется, что профессия историка очень хороша тем, что если ты хочешь что-то узнать, ты это узнаешь и поймешь. Другое дело, что ты далеко не всегда сможешь это опубликовать. Это уже другое дело. Но узнать ты сможешь. И что все-таки это... И вы знаете, вот один из такой был профессор Заянчковский Петр Андреевич, к сожалению, умер. Вот он мне так говорил, что вот для химика, математика не обязательно быть особенно нравственным человеком. Он в своей профессии, а все-таки гуманитарию, особенно историку, он все-таки должен все-таки это быть. Поэтому профессию эту я в общем люблю и в этом не раскаиваюсь. А в отношении того, чем заниматься, вот мне сейчас хочется не вместо того, чем я занимался, а и к этому еще больше заняться историей людей. То есть, понимаете, вот можно ведь так, можно понимать людей через проблемы, а можно наоборот. Проблемы через людей. Вот этот путь мне очень близок. Вот я написал несколько... Я уже похвастался, по-моему, вам похвастался. Можно похвастаться еще раз при всех. Знаете, я когда-то в студенческие годы начинал с того, что занимался с Эсселем Ротцем. Потом как-то это у меня отгорело, много нет, а потом, знаете, написал на нем книгу, и когда я сдал ее издательство, был такой прогресс, это было... Нет, простите, другой, это... Да, прогресс, да, предложил им. Мне потом, значит, прислали протокол заседания редакционного совета, где, значит, было сказано так, что это мы асессия или Ротцей будем? Это мы завтра и Гитлер будем писать? Но, вы знаете, все-таки вот забавная вещь. Издали, издали, и мало того, что издали, издали еще и на английском языке. Так вот, в 2003 году был юбилей этого самого Сесси Леронца. И в Южной Африке думали, новую книгу писать не надо, потому что уже 100 биографий написано по всему миру. Думали, какую биографию переиздать. И при том, что написано одни... В Англии написано уже лет штук 50 его. Они выбрали мою. Я так, в общем, не понял, почему этого сделали, но вот такая штука была. Простите, ну, похвастаться хочется по этому. Или, допустим, мы издали с моей коллегой находясь в городе Киптауне книгу «Россия и Англобургская война». В общем, русские добровольцы в Англобургской войне. Вы знаете, появилось по всему миру 28 рецензий на ней. Вот такие штуки. А сейчас мне бы, конечно, хотелось. Во-первых, меня все больше как-то интересуют люди, то есть через людей. Гумилев и прочее. И еще хотелось бы заняться этой проблемой взаимопонимания и историей изучения этого дела и перспективы. Если хватит жизненного пути, я совсем не уверен. Да, простите, сейчас я делаю такую книжку. Вот я уже с вами поделился. Понимаете, я воспитывался среди старой петербургской интеллигенции. И вот мне странно бывает читать. Допустим, даже такие хорошие люди, как Константин Семенов, Твардовский, Бергольц, многие другие, они написали где-то уже во второй половине 50-х годов. Они сказали, что они во все верили, то есть Сталина верили. А потом у них открылись глаза. А вот я рос среди тех людей, у которых не нужно было им открывать глаза. Я это не понимаю. И вот я сейчас хочу написать об этих людях книгу. И вот у Высоцкого есть такие строки. Мы многие из книжек узнаем, но истинный передают изустно. Вот эту вторую строчку я выбрал себе названием книги. Понимаете, в то время по-другому нельзя было. Только, простите, меня в кухне можно было говорить искренне. Но даже сейчас уже другое. Понимаете, при том, что интернет есть сейчас, есть все прочее. И вот сейчас курсу лекций, все больше у нас мода такая, особенно в высшей школе экономики, которую я очень уважаю, но все-таки читать, лекции читать, так сказать, вот, ну, как он неважная вещь, даже выражение лица, интонация, вот это, даже это. Но, кроме того, и сейчас есть какие-то запретные темы. Вот, я об этом сейчас, я не уверен, что жизни хватит, потому что, вы знаете, память слабеет. Не все помню, первое, а во-вторых, нужно такую книгу писать хорошо, а хорошо писать, как говорят в Одессе, таки трудно. Поэтому я не уверен, но уже начал. Все, кончил свои глупости. Я, простите, курсы лекций, когда принимаю новую группу студентов, я от этого начинаю. Дошла ваша очередь слушать твои глупости. Скажите, пожалуйста, вопрос о традициях и наследии литературы Серебряного века. Насколько важно и актуально наследие Серебряного века для нас сегодня. Мы видим, что литература, история в школе очень часто проходит мимо школьников. Она и раньше-то проходила, и 20, и 30 лет проходила мимо значительной части. сегодня мы видим, что ситуация просто анекдотическая по тому, что остается в головах. Но вместе с тем явно есть ощущение, что рвать с этими традициями, традициями уже более чем столетней давности нельзя. вопрос а как? Как связать то наследие с сегодняшними реалиями, достаточно перпендикулярными наследиям? Знаете, все-таки это почему Серебряный век родился. Конечно, гений рождается может быть не в результате политической обстановки, но политическая обстановка может его приглушить и задушить. А это было время между Александром Третьим и большевистской революцией. То есть не либерализм, конечно, но все какое-то смягчение. Правда, Аркадий Аверченко и тогда жаловался. Он в 1112 году период очень мягкий в нашей стране. Он все-таки говорил, нам запрещают писать о полиции, о военных и о министрах. Так критически писать. Так что тоже. Он так сказал, но тем не менее все-таки писал. Понимаете, поэтому все-таки уже то, что были созданы традиции в условиях таких сравнительно мягких, я думаю, что они в общем будут всегда. И можно разделить тех, кто остался здесь после 1917 года и тех, кто уехал. И у тех, и у других это было очень-очень сильно. Простите, я просто сказала, это не совсем так, но не могу. Когда я расспрашивал Ахматову, ну, я расспрашивал прежде всего о Гумилеве и все прочее. Ну, среди прочего, она, например, говорила такие вещи, что не только она новые стихи, боялась записывать, а звала подруг, чтобы они запомнили, это известная вещь. Но она мне сказала еще такую вещь, что иногда приходила домой, и корешки книг были разрезаны, то есть искали, не скрыл или что-то в кочерках. Простите, я это не совсем к тому, что вы сказали. И все-таки вы знаете и Ахуджава, и Высоцкий, все-таки традиции Серебряного века, конечно, в них все-таки есть. Они не могли на это ссылаться в те времена, ну, конечно, есть. И мне кажется, что они все-таки обязательно должны быть и в будущем. Я как-то без этого себе не представляю. И Навелла Матвеева вне всякого сомнения тоже из этого много брала. Уменьшая только что. И у нее же эти самые слова «Господи, Бог ты мой!» И Епиграф он сейчас их взял. И кораблям, что следует за нами, придется драться, ну, с теми же волнами и от тех же и на те же самые скалы «Бока кораблей ободрав». Ну, я не помню точно. Понимаете, вот она же это подразумевала. А в чем ценность этого опыта Наваждаева? В чем, если можно, в чем Наваждаева состоит собственно главное сообщение серебряного века, в чем его ценность для других эпох? они писали в более-менее вольное время. Поэтому все-таки вот это вот ощущение этого в них очень передается. В другое время даже при Александре Третьем особенно так не напишут. Он только вообще не пытался, делал что-то, но все-таки в психах. Вот это, то есть, по-моему, это, я хотел бы думать, что это просто неистребимое. Простите, еще я хочу такую вещь сказать. Вот я, когда студентом начитаю лекцию о серебряном веке читать, то я говорю так, если бы читал вам литературу и вет, то он вам строго бы сказал, вот, это символисты, это акмисты, это футуристы, это кто-то еще. Я говорю, ну, если вот о Пушкине, вы его можете тоже к чему угодно, к романтизму, к классицизму, а он все равно остается Пушкиным. Потому что вот нужно как-то, и историк как раз, по-моему, увидит, может быть, в серебряном веке то, что в меньшей степени увидит литература веды. Не там разница, между чем, Ямбом и Хареем, а вот сама история серебряного века. Не знаю, ну, мне трудно, очевидно, это объяснить, но, по-моему, это очень важно. И, думаю, что и будет продолжаться. Что является фокусом вашего августа на деревне муния? То есть сама эпоха, да? Сама эпоха, вот фигуры писателей и поэтов, поэтика или вот что-то другое? Как бы вот вокруг чего выстроен курс? Понимаете, тут очень трудно ответить. Понимаете, мне в первую очередь все-таки нужно привить вкус к этому. Поэтому, допустим, на первых занятиях я обычно говорю, давайте так, чтобы на каждом занятии кто-нибудь читал стихи. И это нам как нотный ключ даст. Так вы знаете, у меня было так, что настолько это понравилось ребятам, что у меня ощущение, что они дома разучивали и потом выступали, просто, вы знаете, такое ощущение, на эстраде так можно, настолько хорошо говорили. То есть, моя задача, очевидно, все-таки, не, как вам сказать, не классифицировать, не как-то, ну, не делать такое сугубое наукообразие в этом во всем, а привить вкус к этому. Вот я как-то, это мне казалось. Может, это очень примитивно выглядит, конечно, но... То, что вы говорите, историк увидит в Серебряном веке другое, чем литература. Мне тоже. Да. Мне это показалось очень созвучно с тем, что я, как исследователь революционного движения начала 20 века, явно вижу то, как Серебряный век повлияло на политиков. Это при всем при том, что мы... На оппозиционную часть политиков, да, других, собственно, политиков в России в тот момент и не было. Были чиновники и монархи. А политики были все оппозиционные. Вот при всем при том, что мы, скажем, всегда считали, считаем, что политика это грязное дело, но вот изначальный приход от интеллигенции, скажем... Медюкова. Да, и не только их, начиная, собственно говоря, с народничества, когда студенчество пошло в собственность народолюбивыми идеями, идеями освобождения младшего брата, освобождения вот этой коллективной личности крестьянства, и идеи серебряного, золотого века в литературе, а потом серебряного века, здесь дали какой-то совершенно изумительный сплав, хотя, конечно, и можно сказать про этих людей, что лучшая их часть не хотели быть грязными в политике и хотели, чтобы политика перестала быть грязным делом. Я хочу вернуться к сегодняшнему дню и задать вам неожиданный вопрос. В общем, историки, люди занятые, тем не менее, вопрос к вам. А вы стали членом вольного исторического общества. Приняли меня, да. Да. Вот как вы считаете, есть ли надежда на то, что наша деятельность повлияет на само историческое сообщество, если оно есть, конечно, а как оно в состоянии, вообще, как вы видите, цели и задачи, то, что мы можем сделать? Мне кажется так, что уже само создание, это уже значимая вещь. Надеяться на какое-то быстрое влияние трудно, ну, в общей нашей ситуации трудно, но уже то, что это есть, уже то, что какие-то люди приходят, какие-то люди заинтересованы, это уже само по себе ведь очень важно. А надеяться на то, что это будет какой-то рывок и что-то уж очень большое, я думаю, к сожалению, трудно, но уже то, что раньше этого не было, а теперь есть, уже это здорово. Как, на Ваше взгляд, вообще выглядит качество академической среды исторической в России сравнительно с мировой? Есть какие-то особенности существенные? Очень трудный вопрос, потому что такие разные совершенно страны и все прочее, да, все прочее. Ну, вот я читал лекции в Америке, в Англии, в Южной Африке. Черт его знает. Понимаете, ведь ты можешь судить по тем людям, с которыми ты общаешься. И вот тебе кажется, что они, в общем, что ты примерно такой же, как они. А широкого взгляда все-таки очень трудно, очень трудный вопрос задать. То есть, я самонадеянно не решился бы как-то судить. Боюсь, что все-таки, в общем, что в общем, это власть. Власть или все-таки ей сильно помогает среда таким образом какая-то коррумпированная и искаженная собственно научная сообщество? Ну, понимаете, допустим, историческая часть, как она особенно может быть коррумпирована? Откуда? Кто тебе даст деньги, даже если ты хочешь? Черт его знает. Не знаю. Может быть, у физик и химиков что-то есть. Я не знаю. В исторической науке. Сдают книги или не сдают? Ну да, ну черт его знает. Тут коррумпированность к этому имеет ли отношение, я не знаю. Простите, я просто хочу процитировать. Мы сейчас очень насчет патриотизма и все прочее. Я хочу очень, я сейчас вспомню, слава товарища Пушкина. «Бывало, что не напишу, все для иных не Русью пахнет». То есть, даже его обвиняли в том, что он не патриот. Вот я просто хочу напомнить это. Простите, просто мне пришло в голову. На самом деле, я получил ответ. Продолжая, как бы вы охарактеризовали современную историческую политику? Видите, вот в высшей школе экономики, которую я очень глубоко уважаю, по-моему, это лучший вуз в нашей стране, на две головы выше других, там Ясин, научный руководитель, он проводит такие доклады, которые на самом деле являются научными дискуссиями, очень свободными, очень вольными, и он это делает регулярно. Так что есть. Всё-таки боюсь, что мне трудно привести другой пример, но в высшей школе экономики это делается. Чтобы делалось, надо быть ясен с его калибром и авторитетом. Верно, верно, вы правы, да, 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 да. Много таких? Вы знаете, не только нужно быть ясеном, но и должна быть общая атмосфера, созданная Ясиным и другими людьми, и в этой атмосфере, понимаете, если этого ясена пересадить в МГУ, я не уверен, что он сразу сможет это сделать. А он всё-таки вместе с другими людьми за ряд лет сумел создать эту атмосферу. Коллеги, давайте мы перейдём к следующей стадии нашей работы, нашей беседы. Пожалуйста, просьба представляться и вопрос формулировать по возможности кратко. Вы меня, наверное, не помните. Лицо, мне кажется, что помнят. Ну, очки с ним узнаете. Владимир Луков. Ну, конечно. И я, в общем, в восторге от ваших лекций, когда вы нам рассказывали об открытии Африки, еще в тихонские времена, вы чуть-то об этом не сказали. Кстати, сейчас Александр Янов, историк, пытается перевести споры о прошлом России с этой азиатщиной, которую сейчас насаждают, потому что мы все-таки были более располнаны, приближаясь к европейским стандартам. И вот если бы ваше исследование по Африке, вот эти рукописи, которые вы нам цитировали в стиле Петровских времен, это чудо было, конечно, для нас. То есть показать, что Россия была абсолютно глобалисткой, так сказать, глобалисткой невоззрением было у наших тогдашних руководителей. И вот эту тему надо подкнуть к лодку тем, кто сейчас проповедует осознанную крепость. И вот это слияние с Пекином и с другими азиатскими странами, это первое. Второе, я не сомневался, я поэтому и пришел, чтобы услышать родственную душу. И вот еще у вас великолепный опыт, вы знаете и британскую литературу политическую, и серебряный век Бережковского. Вот у меня как раз вопрос долго вертелся. Писал о пришествии Хам Бережковский, в Состыковщине писал о чумазах, которые рвутся к власти. Вот почему тут был вопрос, что в высшей школе экономики там атмосфера такая, что ясен может работать, а в МГУ, где садовничает, она не будет. Почему? Потому, потому, что вот этот нижний средний класс, который, я не знаю, можно ли назвать чумазами или другим словом, у британцев какой-то был термин, я сейчас не помню насчет чумазок, это упоминался в таком щедрин своих работах, и словался как раз на англичан. Короче, мы сейчас наблюдаем подъем другое пришествие Хама, это абсолютно для меня ясно во многих сферах нашей жизни. И то же самое мы видим всплеск в Соединенных Штатах. Трамп то же самое активизировал всю вот эту нишу недовольную тем в 5-м, 20-м вот как вы смотрите, может ли историк современный вольный как говорится историк поднять эту тему, чтобы она хоть как-то прозвучала в СМИ вследствие массовой информации предыдущий хам он может действительно очень много сделать плохого в отношениях России с внешним миром. Вы знаете, я в общем это нигде не писал еще, но насколько я понимаю сейчас по всему миру происходит такая вещь. Вот мы знаем, что глобализация последние десятилетия глобализации, а сейчас мы видим отпор этой глобализации. Национализм растет абсолютно повсюду. понимаете, и в Англии то, что они сделали сейчас англичане и борьба против Ангела Меркель в Германии и то, что это самый Трамп, ну вообще можно было представить себе, что такие люди как... То есть, понимаете, вот это приходит очевидно с тем, что перемешиваются континенты и народы и белым людям не нравится и... Понятно. Но я как-то... Это очень трудно формулировать, поэтому я, вы знаете, так вот это говорю. Но национализм по всему миру растет. Только каждый народ у себя это называет патриотизмом. А у других народов то же самое называют национализмом. Я думаю, я не хотел бы продолжать и, так сказать, ближе к нам, но в общем оно так. Но это очень опасная вещь, потому что если многонациональная страна, патриотизм получается одного народа, то явно совершенно будет ответ на это. Простите, это, конечно, очень уж мелкий вопрос. Но вот когда у нас была попытка делать единый учебник истории, то проводились заседания в разных частях. И вот когда было в Татарстане, то татары сказали, ну давайте, бог с ним. Только что хотя бы три-четыре татарских имени, чтобы там было. Ну, это мелочь, но в общем она мелочь показательная и все остальные в общем ужасы. Есть ли такие люди, как Трамп, им можно было ждать, что в Англии вот такой результат голосования будет. понимаете, трудно было представить себе. Вот, и так что сейчас я боюсь, что это сейчас будет очень усиливаться. Вы выдающийся знаток творчества Гумилёва, от этого никуда не денешься. Вот, поэтому у меня совершенно конкретный и абсолютно шкурный вопрос. Я никак для себя не могу уяснить, как это Гумилёв вернулся в Россию весной 18-го года. Он прекрасно знал, что из себя представляют большевики. Более того, он почему-то решил, что можно контактировать с Луначарским, хотя более противоположных людей представить себе невозможно вообще. Ну, правда... Из большевиков Луначарский был, так сказать, не худший. Это не худший вариант, конечно, был, но, вы знаете, какой-то такой противный весь из себя. Но это другое дело. Понимаете? И вот меня удивило ещё, что он где-то в ноябре, по-моему, опубликовал в одном журнале Луначарского статью под названием «Ореон» Пушкина, он там вспомнил. И где высказался прямым текстом, что если поэт лезет в политику, то он кончается как поэт. Понимаете? И вот я никак не могу себе уяснить, как всё это соединить, зачем же ему было возвращаться в Россию, что его заставило, и вообще какие иллюзии он по этому поводу вообще имел, питал. Для меня это непонятно. Я продолжу то, что вы сказали. Он не только приехал, но самые лучшие годы в его жизни были с 18 по 21. Это была его Болдинская осень. Во всех сферах лучшие стихи он написал именно в это время. Он, то, что он с молодых поэтов учил, это была его жизнь. Он очень любил женщин. Вот пик его приходится именно на это время. Поэтому он не только приехал, но даже если он потом находясь здесь, он думал об ответе и говорил с людьми, но не ощущение, что это было не в Сирии. То есть он себя сумел в политику он абсолютно не лез, но он себя сумел найти на этом учиться. Учиться, я думаю, каждому из нас как самое трудное время, а чтоб ты сумел. И у него, по-моему, никаких не было даже уже как забавную вещь могу сказать. Он, когда был в Англии, он беседовал с русскими эмигрантами. Он советовал ехать в Эфиопию. И некоторые послушались и поехали в Эфиопию. Но сам он поехал сюда. И у меня такой ощущен в этом вот так вот у него получилось. Это был его расцвет. Кто знал о нем до этого? А в это время он прославился? В каком смысле я не жду? Наверное, рассчитывая заработать деньги советов. Трудно представить себе, что тогда надежды было мало. Он сумел только благодаря того, что Горький создал всемирную литературу, там он мог. А если бы его надежды особо не было. то, это было не было. И вот вы знаете, когда я об этом думаю, вот как каждому из нас, ну как вам сказать, нужно этому учиться, как такой ужасный, голодающий, умирающий Петроград, фантастика. Аполлон Борисович, я напомню, в начале 2000-х вы выступали здесь по соседству в библиотеке имени Чехова, и ваша лекция называлась, запомнил название, лекция об Африке «Человечество меняет цвет кожи». Склероз мне заменяет память. Это когда вы в какой-то момент вывесили с перевернутым севером и югом на доску перед аудиторией карту мира и пояснили, что она издана в Австралии. Пора нам отходить от нашего как бы сказать центризма, пупизма земного северного полушария. Вспомнили? Его уже не помню. Не суть. Значит, вопрос у меня. Тогда я вам этот вопрос задал. Вы Африку знаете и понимаете. Имею в виду Африку черную. Я вас спросил, есть ли у вас хоть какой-то минимальный оптимизм на будущее в отношении ее? Или же это что-то такое, что вроде ракового больного в терминальной стадии, которому никакая реанимация уже вряд ли поможет? И вы ответили, что нет, есть у вас основания для осторожного оптимизма. с тех пор прошло, а это было самое начало двухтысячных лет, ну, где-то так не меньше тринадцати. И у меня вопрос, что вы об этом думаете сейчас? В общем-то, степень не дикости, а хуже того, впадания обратно в дикость, назад и вниз, нарастает там, как нарастает во всем мире. Кроме нас, да? Нет, у нас тоже, но, слава Богу, мы изначально не были черной Африкой, и потому все-таки есть конкретно там, где в мире и похуже, чем у нас. И да нет. В общем-то, остальное, если удастся, спрошу потом. Да, я смотрю на вас и вспоминаю кем-то подмеченное, что непонятным мистическим образом люди иногда начинают быть похожи на то, чем занимаются. Вам никто не говорил, на кого вы похожи? Страшно подумать. Манделла, 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 Нельсон Манделла. Простите, все. Вы знаете, Нельсон Манделла обо мне говорил хорошие слова, даже в печати. И такое было. Ну, простите, похвастаться тоже хочется. Да. Вы знаете, все-таки вот у товарища Черчилля были такие слова. я, конечно, оптимист, потому что какой смысл быть кем-нибудь другим. Так вот, понимаете, все-таки, ну, в меня это немножко и заложено. Ну, может это сказать глупость, конечно, но все-таки мне очень хотелось бы думать, все-таки, что, во-первых, все-таки даже в Африку как-то проникает, ну, что ли, европейская культура в лучшем смысле слова, все-таки как-то проникает, не так быстро, но как-то все-таки это есть. Вот, и когда, допустим, вот, что мне хотелось сказать, это не совсем ответ на ваш вопрос, вот я когда читал лекции и все прочее, что нужно понимать, что идет афразиатизация, но это совсем не значит, что я буду преклоняться перед Азиатизацией, и самое плохое, если мы при этом будем тыкать в морду белому англичанам и американцам, что мы сейчас делаем. Вот, но, в общем, как оптимист я все-таки очень надеюсь на то, что процесс какого-то, ну, взаимопонимания, все это, вы смотрите, ведь, что получается. Вот, в Южной Африке белых не истребили. Я не знаю ни одного, вот кроме Алжира. В Алжире это было. Однако, бесчестие Куцси вы тогда называли, и я не поленился, потом откопал и прочел, и, ну, жуть. Жуть, конечно, вы правы, конечно, верно, жуть. Но, если, мне не хочется называть, но о каких-то моментах нашей истории, тутошней, если будет читать иностранец, он тоже это увидит. А, к тому же, тут сейхуту они истребляли друг друга, они истребляли не белых. И сейчас, тоже, вы знаете, любопытно, у нас представление такое, что только идет вот из Азии и Африки миграция к белым, и поэтому, вы знаете, в Южную Африканскую республику идет ужасный поток со всей Африки. Даже из Сомали туда едут. Миллионы людей. Когда я спросил там, демографа в Южной Африке, а сколько у вас нелегальных иностранцев? Он засмеялся и сказал, я не знаю, может быть, пять миллионов, может быть, пятнадцать. Вот так. Понимаете? И там сейчас идет борьба местных черных, у которых отнимают работу другие черные. У них борьба против выходцев из Зимбабве, выходцев против... Вот даже и такое. Когда-то академик Тарли, когда у нас читал лекции, просто я не уверен, что я точно так говорил в лекциях, а может, говорил в куларах, он говорил так, историк должен знать все о прошлом, немного о настоящем и ничего о будущем. Понимаете? Ну, может, это и неверно, но в этом что-то есть. Поэтому, понимаете, представить себе невозможно. Я могу сказать только о том, что нужно видеть не только ужасные тенденции, но и какие-то и добрые, и хорошие тоже. И вот Мандела и то, что ему удалось, это проявление доброй тенденции. Мне очень хочется в это верить. Я же совсем не решаюсь утверждать, что так оно будет. Но верить в это хочется. Все-таки, 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 что это есть. Ну, я вас прошу вернуться к Англии. И мне просто интересно ваше мнение, как будет поживать Англия без Европейского Союза, на ваш взгляд? Плохо. Вот. И какие наши перспективы восстановления отношений, что ли, или хотя бы нормальных отношений между странами? Но на второй вопрос. Это ведь зависит от нас. В общем. Я думаю, что все это понимают. Вот. А было выступление нашего в 1908 году. В 2008 году. Ну, ладно. Не хочу это трогать. Вот. А сами англичане. Мне бы очень хотелось, чтобы они все-таки провели новый плебисцит и все-таки как-то вернулись обратно в Европейский Союз. Ну, это тоже я выдаю желание за действительное. Национализм растет. И у них тоже. И пытаются тоже у другого народа видеть плохое, а нехорошее. Это очень грустно. В Германии это просто очень грустно. И тут тоже. Единственное, что шотландцы все-таки, как видите, все-таки в них возобладал разум какой-то. Но неизвестно, а вдруг в следующий раз будет, как оно будет. Это все для человечества ужасно. Тут национализм. Кто-то сегодня по эху Москвы или по какому-то говорил о том, что вот делают у нас разницу между понятием наци и национализмом. А это человек сказал, по-моему, верную вещь, что если есть национализм, то какие-то зерна нации там обязательно будут. Увы. Ну, не хочется говорить о грустном. Знаете, у Шалома Лейхема был такой рассказ, я его сам не читал, мне рассказывали о еврейских погромах, которые кончатся словами. давайте поговорим о чем-нибудь более веселом. Как там насчет холеры в Одессе? Хочу вернуться к началу, вы говорили о блокаде ленинградской, и сами упомянули это имя, Ольга Бергольц. сейчас стали общедоступны ее дневники запретные не века, и там ее судьба окажется страшной судьбой. У меня вопрос такой, вы как историк вообще, она вам интересна, эта судьба, попала бы она в историю, как вы к ней относитесь, как бы вы могли эту личность охарактеризовать, тот путь, который она прошла. Муж у нас преподавал историю России, Макогоненко его фамилия. Ну, это второй муж, да. Ну, второй муж или третий. Да, да, по-моему, второй муж, да. Вот, потом они померли. Ну, вы знаете, жалко, что она пила и сильно пила. Кстати, могу сказать... Так нет хорошей жизни? Что? Нет хорошей жизни, наверное. Вы знаете, перед этой, перед ней, конечно, может преподаваться. Хотя она сама призналась потом, что она болеть за Бога на Сталина. Что она болелась Богу на Сталина. Ну, мы знаем, такой этот тип личности, они, конечно, ну, трагичны, эти судьбы. Да. Как и все. Знаете, Грета Гарбо, которая была, в общем, первой секс-бомбой, очевидно, в истории, ну, как артистка, до этого выражения не было. Она написала в своих воспоминаниях, моя жизнь не удалась, как, впрочем, у всех. Спасибо за ответ. Я хочу еще поблагодарить вас за то, что вы вот столько фактографического материала вначале нам дали, потому что только из уст вот свидетеля. События старого человека. Да, мы все постепенно приближаемся. Спасибо за добрые слова. Сергей Соловьев. Вот среди тех историков, с которыми вы общались в течение вашей жизни, может быть, с кем вы общаетесь сейчас, кто для вас образец профессии историка? Ерофеев Николай Александрович хотя бы. Он был, с моей точки зрения, лучшим знатоком истории Англии 20-го и 19-го века. Поразительно. У него великолепные совершенно книги. И в его книгах вы можете увидеть отражение русской истории. Очень хорошо. Потому что, в общем, он дает, допустим, у него книга есть, я не помню никогда точно, ну, образ Англии в России Николаевского времени. Времени Николая Первого. Просто бесконечно хороша книга. И она, поскольку он дает все время цитаты русские, что говорили об Англии тогда, вы видите Россию того времени. Очень хорошо. Вот он был мой учитель по англоведии. Вот для меня, так сказать, он, конечно, прежде всего образец этого человека. Могу назвать еще многих. Тот же Петр Андреевич Заянчковский, специалист по истории России. Такой Николай Павлович политика. Ну, вот ему пришлось уехать Ленинградского университета, будучи, простите, он из того рода политиков. Одна из политиков была любовницей Пушкина. Да, да, и далее политика, совершенно верно. Вот, а он уехал в Израиль и там издал свои воспоминания. Могу назвать очень многих, но вот прежде всего для меня, конечно, был этот человек. Вот, а человек, которого звали Сергей Соловьев, кстати, он предвидел, Сергей Соловьев, у него же есть такие слова, о Русь, забудь былую славу, орел двуглавый поражен, и желтым детям на запаву даны клочки твоих знамен. Понимаете, как бы, так сказать, с Россией эта слава не произошла. В общем, это поколение, Том Сергея Соловьев предвидели, как вам сказать, какое-то уменьшение роли белого человека в мировой истории. Вот каким-то чувством, в первую очередь, это было не только у него, это было, у многих людей Серебряного века. Ну, никуда не деться. Никита Марков, я у вас учился в Гугне, мы даже оценки ставили вместе с Машей Курбак. А теперь вы знаете, она великолепную книгу написала, просто великолепную. У меня вопрос такой про Адоевцеву. Насколько, как вы считаете, можно доверять ее воспоминаниям? Вы знаете, я с ней провел ну, очень много вечеров. Она приехала в Переделкино отдыхать. Вот. И я у нее бывал много раз. Вы знаете, в общем, она меня, в общем, как-то просто потрясла своей, как вам сказать, доброжелательством, своим умением о людях говорить хорошо. невыпячиванием самой себя. Вот это все было. А насколько можно верить? Вы знаете, я вот Георгий Иванов в своих воспоминаниях написал очень много того, что абсолютно неправдоподобно, в том числе и о Гумилеве и все прочее. Вот. Когда я ей об этом сказал, она улыбнулась и сказала, ну, это же литература, это же не научное произведение. Очевидно, к ее можно тоже в какой-то степени отнести. И тем не менее, я думаю, что она написала о Серебряном веке и то, что она писала об эмиграции, все равно это среди лучших книг написанных о Серебряном веке, об эмиграции. А меня она, в общем, вы знаете, просто вот как личность. Ну, даже, это же немножко совсем другое, но все-таки, когда я, значит, приезжал, то ее камеристка говорила, ну, она же должна еще прибраться как-то, привести себя в порядок. Ей было уже 90. И за этим она следила. Вы знаете, в общем, конечно, на меня она произвела впечатление очень большое. Вы можете что-нибудь рассказать о Вертинске, тоже как о поэте Серебряного века, хотя он уже был на излете, в общем-то, этого времени. Просто эта тема меня очень интересует. Я его жену немножко знал, но тоже немножко, а его я, в общем, не знал. Вы знаете, ведь, в общем, сейчас нынешние поколения вряд ли это представляют себе, но первые и последние военные 20 лет он был кумиром молодежи, как вам сказать, запретный плод всегда сладок. И поэтому на этих самых рентгенских пленках, все прочее, он все время был и под его песни танцевали, то есть он был поразительно популярен. Но когда читаешь его воспоминания, они вот, они не производят впечатление умного человека, этого нет. но тем не менее все-таки песни его были поразительно популярны, их очень любили. Серебряный век сегодня, кто это? Ну, так трудно очень сказать, ткнуть пальцем, нет, мне как-то не приходит в голову, нет. не решусь. И те, кто были раньше, они ведь не признавались в его влиянии. Конечно, он влиял Инна Симонова, но в те времена попробуй признайся в таком влиянии. Что? Да, я в Тарусе снимаю ту самую квартиру на лето, в которой она жила. Но хозяйка, к сожалению, она жила там много лет на лето, она помнит только единственный факт, как ее муж бутылки с вином и водкой прятал от нее где-то в кустах. Ахмадолиной, да. Аполлон Борисович, да, Аполлон Борисович, а вот как вы считаете, хорошо ли переводилось скажем на английский язык поэзии серебряного века. Вот у меня был приятель, может вы его знаете, Джон Глэнд, он, к сожалению, в прошлом году умер. Вот вы его не знали? Не знали. Вот он занимался как раз многими вещами, в том числе и переводил серебряный век. Вот как вы считаете, вот наша вот эта литература, она, в общем-то, нуждается в переводчиках, вот кого-то вы знаете из зарубежных мастеров перевода. Вот как-то считается, что Пушкина всегда плохо переводили, черт его знает. Я все-таки вы знаете, я... на эфиопске и даже. Да, да, да. Вы знаете, я все-таки не занимался этим, к сожалению, поэтому ничего сказать, увы, не могу. Могу сказать только о переводах с английского на наш. Вот, допустим, заповедь переводил, первый перевод, Господи. Жака Лазинского. Лазинского. Считай... Да, Киплинга. Заповедь. Считается, что заповедь, считается, что он, так сказать, отклонение от тех. Но он перестроил структуру тех. А тем не менее, именно этот перевод мне больше всего нравится. Меня зовут Томас Роллинг здесь из Британии. И, в первых, хотел бы сказать, что я принял участие в рабочей группе по автобиографии в высшей школе экономики. И поэтому вот изучать людей, в том числе через, ну, устные рассказы, автобиография, ну, не просто в писаном виде, но именно как сейчас, это для нас очень хорошая тема. Я постараюсь отчет написать для нашего слайда. Вот, конечно, интересный был вопрос о Британии после референдума. Конечно, есть оппозиция против роста сонофобия в Британии, поэтому действительно есть основа для надежды. Но что касается перевода поэзии, это просто невозможно, потому что это не просто текст, а культура. То есть просто в британском обществе нет такого чувства к поэзии. я бываю в России довольно часто, и просто мне очень сложно читать Тушкина, я хорошо говорю по-русски, я все слова знаю, но просто вот это чувство, это просто не переводится никак. Ну, конечно, Набокови, я помню, были очень хорошие переводчики, но все равно это, ну, конечно, просто не передать. Ну, у меня короткая реплика, меня зовут Николай Гладких, я филолог по образованию, в 81-м году, когда я учился на втором курсе, у меня была невероятная идея, что я буду писать курсовую работу по Гумилеву, у меня было два перепечатанных сборника, мне, в общем, как-то хотелось заняться этим, но закончилось это тем, что я закончил в результате другой вуз, Гумилевом больше никогда не занимался, о чем жалею отчасти, но много литературы читал про Гумилева, но мне кажется, что ваша книжка самая замечательная, она прекрасно написана, она очень хороша и она прекрасно показывает и поэта, и человека, она намного откровеннее, как-то честнее, чем многое другое, что я читал о Гумилеве, вот, спасибо вам, Борисович, что... Ну, вы меня, конечно, перехвалили, вот, но я к этому, спасибо вам за добрые слова, вы знаете, что грустно, имя Гумилев стало у нас легальным в 86-м году, в 86-м, и разные люди бросились писать, и вы знаете, написали очень много Биллиберды, ну, ну, например, ну, хочется, ну, человек, который уже ввиду председателя дворянского собрания Петербурга, ну, как-то это само по себе тоже обязывает, мне кажется, он написал в своей книге, что то, что Блок написал о Гумилеве, может, я цитирую, может быть приравнено к доносу, я цитирую, что? Нет, Блок написал о Серебряном веке, статью, статью, статью написал. Без божества, без вдохновения она называется, статья об эквилизме Блоков. сейчас, да, 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 вы абсолютно правы, именно так, да, или, допустим, написал так, Долевод Добровольский такой, он очень много работал, поэтому у него громадная книга, или написал так, что до конца дней у Ахматовой ее больше всего угнетало и все прочее, чувство вины перед Гумилевым. Какое чувство вины? Ну, вот такие вот вещи. Могу привести кучу того. Я, когда писал какую книгу, и теперь, господи, ты, ух ты мой, да, последнюю книгу о Гумилеве, когда писал, то я все-таки позволил себе ну, десять страниц написать о том, кто сейчас пишет. Причем я их никак не критиковал, я только цитировал. Но издательство, русское слово, сказало так мне, не ссорьте нас с другими издательствами. И все это дело мне вычеркнуло. Я в таких случаях обычно бываю очень просто. Я забираю обратно, но тут был такой хороший художник, и он так хорошо издал книгу, что я пожертвовал этим, да. И вот я сейчас был, сейчас же юбилейный год Гумилева одновременно и со дня его рождения и с его расстрела. И были конференции в Москве и в Питере. И в Питере были, и мне дали в музее Ахматова целый вечер. А кроме то была конференция. И вы знаете, вот опять, как вам сказать, вот каких-то традиций изучения Гумилева, они еще не накопились слишком недавно. И поэтому вообще а на тему бросились люди. И поэтому очень много билиберды прошло. Наверное, можно сказать, что во многих темах, которые вот так были закрыты на многие десятилетия в советское время, на многие темы истории начала XX века, советской истории, ситуация очень похожая. Реально убиты традиции исследования. Старые советские стереотипы въелись плоти кровь. Еще одна серьезная проблема, недооцененная, по-моему, это то, что ушло два-три поколения связующие, которые понимали эпоху. Обратите внимание, скажем, в той же белой эмиграции, даже в белой промонархической эмиграции, никто не верил в образ, скажем, Николая Второго, Сахарной, который сегодня верит немалое количество людей, потому что они-то понимали и видели, как это было, они-то были очевидцами этого, и вот этот разрыв, когда вырублены, в том числе вырезаны, те, кто мог рассказать, мог рассказать своим студентам, то есть связь времен, по большому счету, прервалась, и это очень проблемно, а так как темы жарены, на них летят, посмотрите, что произошло с темой русской эмиграции в начале 90-х годов, как на нее слетелось, и не только на нее, огромное количество людей, особенно, когда рассыпалась история КПСС, и множество людей стремительно меняли свои специализации, историков КПСС, они пошли в самые-самые такие горячие темы, ну а что они еще могли писать, кроме билиберды по самым разным темам, так что это, в общем-то, довольно для нас такая, я бы сказал, болезненная проблема по многим темам нашей русской истории. Вы знаете, Гумилев в этом смысле слова, никто другой из русских поэтов не был закрыт так долго, 65 лет, все-таки всех немножко раньше, а почему причина очень простая, потому что он был единственный из русских литератов, которого осудили публично, ну допустим, Модельштама там было легко, чтобы появились, потому что никто не знал почему он сидел и все прочее, а в отношении Гумилева и был суд, это в Петроградской правде, было напечатано все и так далее, и так далее. Ну что, коллеги, я думаю, что наша сегодняшняя встреча, беседа прошла очень-очень тепло, душевно, интеллектуально и просто-просто по-человечески действительно тепло, я думаю, что мы должны поблагодарить Аполлона Борисовича и я хочу поблагодарить всех вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Я очень добрый отнесу вам. Спасибо. Спасибо.